Ритейлер Ашан сократит торговые площади гипермаркетов для сдачи в аренду подсторонним магазинам, одежды, продуктов и так далее. По этому пути могут пойти и другие крупные гипермаркеты, заявляют эксперты. Еще один тренд – это сокращение кассиров и рост терминалов для самостоятельной оплаты. Ну и параллельно один из самых быстрорастущих сегментов в этом виде бизнеса – доставка. Все эти тренды обсудим с нашим экспертом на видеосвязи со студией РБК Ирина Борисова, фаундер и спикер проекта «Школа ритейла», эксперт практик. Ирина, здравствуйте, спасибо, что нашли время в плотном графике. Я знаю, что вы к нам из другого города подключаетесь, достаточно плотный у вас график. Вот эта история, которая с США нам появилась, насколько вам кажется, это долгосрочный ли тренд или это какая-то точечная история? Это на самом деле уже развивающийся тренд, это вынужденные, скажем так, меры находить новые форматы привлечения потока покупателей. Первый в этом как раз в нововведениях и в таком еще формате и в этом направлении действует IKEA. И они молодцы, они задали, скажем, тон того, что они стали менять у себя вот это вот направление. Почему это приходится делать? Потому что нужен трафик именно покупателей, а покупатель на сегодня очень избирательный. И так как у нас сейчас самый дорогой ресурс это время, то как раз мы его хотим тратить меньше. И поэтому чем целостнее будет покупка более форматно, что я могу купить и фэшн, я могу купить и продукты в одном месте все сразу, в данном случае, то это будет меньше трата времени. И в связи с этим как раз это именно больше относится к женщинам, мы давно уже говорим об этом тренде, что сейчас самый дорогой ресурс это время. И тот, кто будет целостно давать нам этот сервис, тот будет выигрывать. Это игроки как раз, которые могут, скажем так, при наименьшем затрате времени дать мне больше возможностей, желаний что-то приобрести. Они будут выигрывать и они будут больше к себе привлекать потоки потребителей. То есть, насколько я понимаю, потребительский спрос продолжает снижаться из-за этого нового формата? Потребительский спрос снижается не, скажем так, отчасти из-за финансового положения многих потребителей, потому что снижаются, скажем так, заработные платы у многих. Ну если мы говорим о большом таком глобальном. А если мы говорим о частности, то деньги у людей есть. И они хотят их тратить, но тратить они хотят их либо по определенным каким-то критериям, либо по сервисным составляющим, либо по эмоциональным, либо по экономическим. То есть сейчас есть два фактора, по которым, скажем так, тенденции идут по строительству и общей концепции магазинов. Это либо экономически, как мы говорим, да, развиваются дискаунтеры, тот же светофор, либо мы говорим о эмоциональной продаже. То, что сейчас хочет сделать Ашан, то, что делает Икеа, то, что делают торговые центры, они вынуждены как можно больше давать сервисных услуг с тем, чтобы привлекать к себе потоки потребителей. И ведь не зря же даже сейчас уже идет перспектива того, что в торговых центрах, возможно, рассматривается, скажем так, концепция даже детских садиков, школ и вообще такого мега каких-то таких именно сообществ. То есть города-миллионники, ну и Пермь в частности, будут, если смотреть в масштабах нашей страны, одними из первых, кто будет это внедрять? Ну, то есть нас когда это коснется? Мы вынуждены это делать, потому что в Европе все-таки немножко по-другому идет потребление. И вот в России сейчас пытаются рассматривать некоторые города, именно миллионники, вот такой формат. Что говорить о маленьких городах, как раз вот я нахожусь в Ленинградской области сейчас, и сейчас, вернее, в Великом Новгороде, но завтра буду уже в Ленинградской области. То там все-таки сейчас идет вопрос только о выживаемости реально малого бизнеса. И здесь немножко вообще рассматривается о том, чтобы приводить свои магазины в порядок. То есть получается, что вот если мы все-таки говорим про наш город, то получается, что там Ашан начнет, а затем другие могут подключиться? Вот гипермаркет «Карусель» говорил, что у них там достаточно огромные большие свободные площади, которые там зачастую нерентабельны. Лента там активно заходит в Пермь, да, всем этим известным. То есть они тоже могут пойти, да, по этому формату? Они не просто могут, они в любом случае будут рассматривать сейчас разнообразные подходы и концепции только для того, чтобы удержать трафик покупателей. Поэтому говорить о том, что сейчас будет дробление, сужение площадей, да, это факт. Потому что на сегодняшний день покупатель может купить эти же самые продукты в небольшом магазине рядом в формате у дома. И Лента ведь не случайно рассматривает сейчас новую концепцию для себя, формат магазин у дома. Поэтому сейчас потребитель говорит, мне не хочется тратить время, я должен диперпехать и потратить много времени. Если я даже туда поеду, значит, я тоже должен еще что-то удовлетворить. Развлекательные какие-то моменты, не знаю, там, обучающие какие-то моменты, плюс фэшн. И поэтому, если уже он собирается тратить такое время, то это должно быть полноценно, чтобы как можно больше обхватить его какие-то желания и возможности. Ну а тот сегмент, который, как вы сказали, вот магазины формата у дома, в которые два лидера рынка вкладывали с российского X5 и Magnit, они ведь последние пять лет очень сильно развивали формат магазинов у дома. Он по-прежнему остается? То есть этот тренд тоже есть? Он не просто остается. Вы знаете, как я говорю, самый живучий формат, это как раз формат у дома. Это реально самый живучий формат. Посмотрите на протяжении последних 15 лет. Мы вводим все время какие-то новшества. Но ведь не случайно даже доставка тот же самокат, он что сделал? Он не пошел большими, как утконос, большими закупками. Он говорит, я возле вашего дома, я вам доступен. Даже формат строительных магазинов, той же стройки или товары для дома, они тоже сейчас вынуждены уходить с тысячников форматов, уходить на небольшой формат. Почему? Потому что мы не хотим тратить время на какие-то моменты долгого, даже чтобы доехать до этого гипермаркета, нам нужно время. А я еще раз говорю, время это самый дорогой ресурс. Доставка поэтому сейчас комплексно подходит к нам. И она для многих стала панацеей, потому что она перестала тратить наше время. И нам стало это выгодно, это здорово. Но сказать, что это прям совсем задвинет формат полностью ритейл, формат у дома, нет. Потому что мы с вами, прежде всего, живые люди, мы кинестеты, мы визуалы. Доставка не дает этого удовлетворения, вот этого именно физиологического, кинестетического. Поэтому все равно, в любом случае, как я говорю, нейромаркетинг рулит, и мы с вами живые. Пока человек жив, будут живы всегда магазины, офлайновые магазины. Ну вот про сегмент доставки давайте сразу продолжим тогда тему. Мы все видели, да, эти цифры, как многократно взглядел и Сбермаркет, и Самокат, который вы упомянули. Яндекс там достаточно серьезно сейчас форсирует эту тему. Продолжится ли такой же серьезный бурный рост в 2021-2022 году этого сегмента? Или все-таки чуть-чуть поутихнет? Он будет, но опять же, если рассматривать, какие заказывают продукты в доставке, то это остается все-таки части с большим сроком какие-то товары. Это товары не первой необходимости. Второй момент. Фрэш, как бы мы ни хотели, все равно мы его выбираем кинестетически. Поэтому это вот как раз именно тот формат, при котором будут выживать товары магазины у дома. А что говорить про доставку? Она будет расти. И мне очень интересно, что она растет не только в плане прогрессии товарооборота, она еще растет даже в возрастной прогрессии. То есть, если еще год назад рассматривать покупатели по возрасту, это были больше все-таки молодые потребители, то на сегодня, особенно пандемия этому помогла, у нас и возраст увеличивается потребителей, которые стали пробовать, экспериментировать и заказывать доставки. Так и средний чек доставки, насколько я понимаю, растет и будет расти. Средний чек доставки растет и очень серьезно. Если говорить еще в 2019 году, он был там 400 где-то в среднем рублей. Но мы берем крупные города, мы не берем небольшие города, а именно по миллионникам, то на сегодня он уже 1600, там почти за 2000. А если брать Москву и Санкт-Петербург, то там он еще больше. И это нормальная тенденция, когда мы берем товары, которые мы уже знаем, которые мы вымерены в данном случае. Мы скорее даже отдаем предпочтение не столько, где мы заказываем в ленте, в Сбермаркете или через Яндекс, сколько мы доверяем тем маркам, которые мы заказываем. Я скажу образно, я знаю точно марку творога, которую я заказываю, я просто смотрю, кто мне доставит комплексно и уже там делаю доставку. Но если мы говорим все-таки о фреше, если мы говорим о каком-то гурманном продукте, то вот это все-таки все равно будут выигрывать оффлайновые магазины, это будут выигрывать супермаркеты с готовой едой. Они все-таки останутся, и вот как раз их задача сейчас нам дать этот сервис максимально эмоционально, и мы все равно будем их любить и будем посещать их торговые точки. То есть получается, что вы сейчас вот такую дали инструкцию, вот куда деваться малому и среднему бизнесу? Остаться вот в таком формате небольшого стрит-ритейла возле дома, там фермерские продукты какие-то, там с яркой упаковкой, яркой эмоцией? Да, этот формат живет, и я как раз сейчас занимаюсь вот именно таким, переделала только что, буквально мы позавчера открыли торговую точку, и ее первое преимущество это как раз пекарня. Даже с Петербурга едут покупатели, говорят, большое вам спасибо, очень здорово, потому что мы любим этот хлеб. Доставка ни одна не сможет осуществить, доставить вот этот хрустящий хлеб, который он выбирает сам, вот только вот, как говорится, из печки. Ну и, а вообще, вот эта история, мне хочется немножечко к началу вернуться, когда мы с вами поговорили о том, что крупные сейчас гипермаркеты будут к себе запускать другие магазины. Будут ли они запускать малый и средний бизнес? Или это тоже будут просто, они запустят тысячу магазинов, небольших какой-то одежды и так далее? Если в данном случае для себя четко компания выбирает собрать такой конгломерат интересных именно, скажем, торговых точек вокруг себя, то наоборот они объединят и привлекут к себе трафик. Мы говорим фермерское хозяйство, мы говорим о том, что хорошие, допустим, тоже там пекарню какую-то. Им не обязательно это делать самим. Им достаточно раздробить вот такой конгломерат, сделать вот таких торговых точек. И это тоже хорошая, интересная концепция, и она имеет место быть. Сейчас, понимаете, просто получается, что весь ритейл остановился на таком этапе, что выигрывать будет тот, у кого быстро будет, скажем, запустили проект, проверили гипотезу, она подтверждается, подтверждается цифрами, достигли в ней результата, и они начинают ее развивать. Если она на определенном первой границе не достигает результата, ей тут же закрывают этот проект, идут, берут уже следующую гипотезу. Это правильно, это нормально. Так делает магнит, так делает X5 ритейл, так делает сейчас лента. Потому что на сегодняшний день у ритейла нет другой возможности, как экспериментировать быстро, четко подхватывать тенденции. Потому что на сегодняшний день, то, что мы увидели, потребитель заявляет сейчас своих желаний быстрее и больше, чем ритейл может их осуществить. Ну и это шанс для малого бизнеса, правильно понимаю? Как раз зайти в эти новые проекты. Это вот как раз-то шанс для малого бизнеса. Я буквально месяц назад была в Казахстане, и для меня была проблема попробовать заказать в отеле продукты. Я вам серьезно говорю, я потратила три часа времени, анализируя эту ситуацию, я не смогла в 7 вечера заказать продукты. Отличная ниша для пермского бизнеса, который сейчас смотрит наше интервью. Спасибо огромное, Ирина. Еще много вопросов осталось, думаю, не в последний раз общаемся. Ирина Борисова с нами на видеосвязи, фаундер, спикер проекта «Школа ритейла». Продолжение следует...